Спасибо всем, что поддержали инициативу собраться, несмотря на какие там внутренние противоречия, разногласия, разное видение. Разное видение вопросов. И здесь, что сегодня происходит? То, что разрозненная салпатриотическая сила, разбитая на ряд маленьких и не очень лагерей, и каждый пытается играть свою скрипку. Ну, так получилось. Разные колонны, разные направления. И в итоге мы играем на руку либералам, играем на руку режиму. Сегодня сохраниться и собрать вокруг себя единомышленников, которые не выходят на улицы или выходят в каком-то хаотичном таком режиме, можно лишь, собравшись вместе под единые знамена, поставить перед собой единые цели. И лакмусовой бумажкой, на мой взгляд, возможности или невозможности этого объединения явится 12 июня. Следующие мощные протестные акции. Знаете, вот я наблюдал то, что там творилось на Болотной, собирал разные мнения, разные видения того, что там происходило. И все говорят об одном, что очень много было националистов, но они были не обозначены, они присутствовали, они участвовали в том числе и в столкновениях. И многие приехали ради этих столкновений. И что вот этот общегражданский протест сегодня не имеет лидеров. Либеральная вот эта тусовка, она не может претендовать на управление людьми, которые пришли выразить свою ненависть и свое неприятие положения дел. И люди приходят не под кого-то, а против кого-то. И вот это против сегодня является, наверное, единственным фактором объединения. И если мы сегодня не сможем поднять единое знамя русского национализма, оставив все какие-то внутренние свои противоречия за скобками, то, я думаю, мы проиграем. Ну, я думаю, здесь все ясно и четко понимают, что любая поддержка, да, но мы здесь в этом же зале горячо спорили на протяжении трех часов, это было зимой, о том, идти или не идти против существующего режима в формате того протеста, который существует. И кто-то говорил, что вот давайте, как можно идти вместе с либералами, потому что это бесы, это сволочь, и лучше уж те, которые есть, чем те, которые могут быть. Та политическая сила, которая окажется рядом сегодня с Кремлем, она обречена. Она будет, на ней будет повешен ярлык предательства и трусости, и она уйдет с политической сцены. И мне очень жалко тех ребят, которые сейчас пытаются играть в поддавки Кремлем, создавая такие прокремлевские националистические структуры, патриотические структуры, ставив во главу угла свою неприязнь вот этой либеральной тусовки, которая якобы сегодня управляет протестным движением. И здесь моя позиция, что надо идти вместе, потому что врага, как и друга, надо держать на расстоянии вытянутой руки. Максимум врагов надо держать на расстоянии вытянутой ноги. Но дальше от себя их не отпускать. И если мы говорим о мероприятиях, которые сегодня по нарастающей будут происходить в стране, причем каждый раз финал будет все более и более трагичный, но этот трагичный финал будет, как маховик, затягивать свою сферу, свою орбиту все больше и больше народу, который поймет, что только через уличный вариант можно чего-то достичь и чего-то добиться, то здесь мы должны непременно участвовать. И вот давайте обсудим, сможем ли мы отказаться от внутренней критики, от личных амбиций, чтобы все вместе, единым правым фронтом, противостоять тому злу, который находится как напротив, так и рядом. Здесь давайте введем регламент. Я попросил бы ограничиваться тремя пятью минутами. Просьба высказывать какие-то свои соображения, мнения, чтобы потом нам уже перейти к технической части нашего совещания. Инициативная группа за ответственную власть, Кирилл Барабаш. Значит, я хотел бы начать с простого тезиса. Нет законных выборов, нет неприкосновенности. Если кому-то непонятно, что я сказал, можно над этим подумать. Поэтому, когда навстречу нам выходят люди, похожие, как говорит Иван, на космонавтов, и пытаются объяснить нам, что мы делаем что-то не так, что-то неправильно, это их ошибка, а не наша. И когда с их стороны звучат обвинения в наш адрес о нарушении закона, все, что у нас есть, это тот же самый уголовный кодекс, из которого следует, что воспрепятствование свободе собрания является уголовным преступлением, статья 149, три года, три года срок, который должен получить каждый из тех полицейских, кто пытается препятствовать свободному прохождению колонны граждан, идущих выражать свое неудовольствие нынешним режимом. Независимо от того, как отреагировали на заявку этих граждан, отреагировали ли вообще, три года срок, которого заслуживают те, кто поднимает руку на свой народ, как минимум. Значит, в этой связи, то, что делает тот же Навальный, команда, с которой он работает, да, они неплохо вскрывают нарывы нынешнего режима, они вытаскивают народ на улицы, подставляют их под меры силового воздействия режима, но когда доходит до спроса с этого режима, с его верных слуг, то почему-то начинается соглашательство, договоренности какие-то, пляски вокруг закона, вокруг той законности, которую мы требуем. Повторять ошибки этих людей нам не дозволено, наша задача защитить наш народ, защитить тех людей, которые доверяют нам свои чаяния, поэтому, когда наших граждан выводят под удары полицейских, мы должны быть рядом с ними. Должны быть не просто рядом с ними, а должны стоять с ними в одной шеренге, объяснять им, что делать, чтобы ни один уголовный преступник, ни один уголовник, будь даже на нем полицейская форма, не смог не просто причинить вреда этим людям, но и не смог потом спросить этих людей за то, что они якобы нанесли какой-то вред полицейским. Если эти полицейские сами уголовные преступники, мы обязаны им противодействовать, сделать все, чтобы защитить наших граждан. Что касается меры, точнее вида, в котором мы будем реализовывать защиту наших граждан, это, в первую очередь, грамотно продуманные лозунги, это грамотно продуманная символика, которая говорит не только об единстве наших сил, но и говорит о том, что мы требуем, в первую очередь, законности. Потому что, когда на людей, требующих законности, направляют оружие, купленное за деньги этого народа, этих людей, то, я думаю, такое действие, такая реакция режима будет всегда в проигрыше. Они заведомо проиграют. Первое наше требование – это законности. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо. Андрей Савельев, партия «Великая Россия». Мне кажется, что, когда граждан бьют палкой по голове, это нехорошо. Это незаконно, это подлежит осуждению. Но, с другой стороны, это хорошая воспитательная работа. Ведь каждый из нас проходил цепочку разнообразных несправедливостей. И, самое главное, несправедливость состоит не в том, что кого-то ударили по голове палкой, и ему очень больно, а состоит в том, что у нас отнимают страну. Вот это самая большая несправедливость. И я думаю, что наряду с разнообразными целями второго порядка у нас должна быть цель первого порядка – отнять страну у тех, кто ее уничтожает. И поэтому нашей главной целью должен быть первый пост в государстве и полностью наша идеология для восстановления страны. И думаю, что к этой цели надо идти и ее заявлять, прямо говорить, что мы добиваемся того, что нам нужен президентский пост, нам нужен премьерский пост. Мы имеем теневое правительство, и мы собираемся его привести к власти. И тогда это будет серьезно, если действительно так Бог управит, что к осени или позже ситуация качнется уже всерьез, и в экономике, и на улицу выйдут люди не для того, чтобы поучаствовать в приключениях, а просто потому, что им жрать нечего. Вот тогда мы предъявим ту концепцию, которую мы должны были бы разработать, утвердить и вместе ее добиваться. Но главная цель — это спасти страну, а не, как я просто возражу, не возражая по существу, а в приоритетах. Просто я добавляю над тем, что сказано, более высокий приоритет, который, мне кажется, надо поставить во главу угла. Что касается мероприятия 12-го числа, мне представляется так, что мы идем не к либералам, мы идем к своему собственному народу, который еще достаточно сильно заморочен их пропагандой, и мы должны туда идти в пропагандистских целях. Мы должны быть при этом обособлены от либералов и должно быть видно, что мы не с ними. Это достигается разнообразными способами формы строя, формы одежды, символика и так далее. Второе, что мне кажется, мы не должны подставлять свой актив, потому что он не так многочисленен, чтобы им разбрасываться, чтобы этот актив рассаживали и заносили в разные списки. Поэтому, если участвовать в столкновениях, то это дело исключительное, а желательно уклониться от этого. И даже если кого-то там, кто-то зашлет провокаторов, кремлевские провокаторы с удовольствием организуют бойню, нам следует, по-моему, от этой бойни уклониться. И третий момент, это мы должны все-таки думать о главной стратегической линии, не поиграться вот в этот алкотню. Понятно, что для молодых людей это приключение, это интересно, это запоминается на долгие годы, но это не продвигает главной цели. Поэтому мне кажется, что все надо использовать для того, чтобы наш собственный актив настроить на главную цель. Все события, которые происходят, использовать пропагандистские возможности, которые возникают. Реально мы можем построить единую колонну националистов, отдельно от либералов, и использовать 12 число, во-первых, для того, чтобы между собой о чем-то договориться, во-вторых, получить опыт совместных действий, и, в-третьих, показать, что мы не с либеральным протестом. У нас есть своя собственная концепция, свои собственные взгляды на жизнь, и мы не признаем их как лидеров. Дальше можно там придумать, как это сделать, как это более ярко показать. Максим Прохоров, Объединение Русские. Я думаю, что 12 числа нужно, конечно же, идти. Причем идти мощно. У нас есть как бы одна такая проблема, потому что на некоторые акции мы объявляем, что кто хочет, тот идет. И мы не выступаем как Русское движение. Необходимо объединить Русское движение, всем силам встать в один ряд, всем силам встать в одну колонну, организоваться максимально хорошо и выгодно для нас, организовать нормальную правозащиту, что, в принципе, у нас уже есть такой опыт, организовать нормальную подачу. И вот к лидерам Русского движения я обращаюсь с такой просьбой, чтобы, на самом деле, так сказать, анонс того, что мы участвуем в этом как движение, а не просто как разрозненные участники протестного движения, как бы общего протеста, вот об этом нужно заявить максимально широко. И мы, так сказать, в интернете это поддержим. То есть обязательно нужно создать объединенную колонну, обязательно выделиться из общей либеральной или общей протестной толпы, от леваков, максимально, так сказать, собрать самое большое количество людей, вот подключить, возможно, регионы. То есть у нас в регионах много сторонников, и я думаю, что вполне-вполне, если мы озвучим свои призывы, они приедут в Москву и поддержат протесты, встанут в нашу колонну. Спасибо. На самом деле 12 числа обязательно надо участвовать. Конечно, позиционироваться, что мы именно националисты. Желательно заготовить пропагандистские материалы, потому что одного позиционирования просто для СМИ, для прохожих мимо нас людей, этого недостаточно, чтобы у людей что-то осталось. И, конечно, надо развеивать миф о националистах, как о чем-то таком замшелом, диком, маргинальном, который мечтает, я не знаю, поймать еврея и тут же его убить. Ну, в буквальном смысле, очень многие обычные люди именно так и думают. Это правда. Соответственно, надо писать те вещи, которые мы декларируем. Что мы вменяемы, что мы выступаем за свободу, что мы хотим честных выборов, ответственной власти. Ну, в принципе, все это знают. Но это надо напечатать. Может быть, мы по-любому будем делать, но, например, на акции на последнем было роздано всего лишь там 3000. Мы напечатали там каких-то листовок, до этого 5000, но это мелочь. Людей приходит больше, не хватает материала, надо раздавать, заниматься действительно пропагандой, потому что это активная часть общества. Значит, что планируют люди, которых здесь почему-то называют там либералы и леваки. На самом деле, просто активные оппозиционеры, я бы так назвал, абсолютно разных политических взглядов. Планируют 12-го числа показать массовость и рассматривают проект «Манифест свободной России» или «Манифест об освобождении России». Смысл манифеста простой, то есть, поскольку никакие требования, которые были озвучены на Болотной и на Сахаровой, не выполнены, мы не доверяем и не признаем то, что в России произошли честные выборы, и, соответственно, мы говорим, никакого парламента, никакого президента в Российской Федерации не существует. Это непонятно кто. И, соответственно, нужно предложить форму, каким образом эту ситуацию изменить. Ну, будет предлагаться, скорее всего, простая форма народной демократии. Вот собралось много людей и решили. И здесь, конечно, националисты должны как минимум быть существенным сегментом. Почему я говорю существенным сегментом? Я хочу уберечь всех нас от шапкозакидательства. Ну, реально, у нас недостаточно общероссийских известных лидеров. Наиболее известный Дмитрий Олегович Рогозин, он как бы далеко и не на том берегу пока не стоит. Ну, это объективно. Все остальные здесь присутствующих недостаточно известны на всероссийском уровне. И любой Акунин переплюнет нас по популярности. Понимаете в этом? Поэтому нам достаточно на данном этапе иметь существенный сегмент. В самом протестном движении произошло очень хорошее, на мой взгляд, особенно после 6 мая, событие. Это разделение, так скажем, мягких соглашателей с режимом. Они фактически выделились, отделились. И тех, кто готов идти до конца. Ну, то есть это группа писателей, группа Рыжкова. Можно сказать, они отвалили. Может быть, они заново попытаются вернуться. Может быть, их попытаются там ангажировать власть, дать денежку, что-нибудь еще. Но важно показывать силу. Можно показывать силу отдельно. Хорошо, никто не против. Но никуда, ни в какую-нибудь другую сторону, а именно действовать вместе со всеми. Может быть, если вы думаете, что им приятно с нами, там, каким-то левакам, это тоже не так. Нас тоже так же ненавидят. И тоже бы рады, чтобы нас не было. Ну, надо назло быть всем вместе. Людям абсолютно разных взглядов. Да, значит, 12-го числа, скорее всего, не будет никаких провокаций и столкновений. Если 6-го числа, я откровенно говорю, они были нужны, я считаю, что это был положительный фактор столкновения, я его оправдываю, это хорошо, то 12-го числа их, скорее всего, не будет. В них не надо лезть. Но с собой обязательно бутылку воды, еще лучше две надо взять. Дмитрий Демушкин, Движение Русские Объединения. Все выступающие сказали, что идти надо. Ну и, собственно, понятно, почему там надо быть. Не потому, что там есть левые, не потому, что там есть немцов, не потому, что там есть кто-то, а потому, что туда приходят обычные русские люди активные, которые на сегодняшний день вышли на улицу. Никто нам монополии общения с собственными людьми не обещал, поэтому идти туда нам следует. Везде, где будут десятки тысяч русских людей, везде будут все политические силы, все махинаторы и левые, и антифашисты, и кто угодно. Но я хочу сказать о том, о чем никто не сказал. Давайте мы для себя поймем, что наше понимание свободы и то, за что мы туда идем, очень сильно отличается от понимания людей, которые туда приходят вместе с нами, пытаясь воспользоваться этими людьми. Что я имею в виду? Что у нас общего с либералами, с геями и с левыми? Ничего. Мне возразят, мы же хотим там свободы, митингов, шествий, пикетов, выборов, формирования политических партий. Да, но это лишь механизмы. Например, в их понимании, свобода – это свобода гей-парада, однополых браков, легализация легких наркотиков, ну и так далее, и тому подобного. Я считаю, что националист – это первый, кто должен встать и сражаться с этим до конца. То есть наше понимание свободы и их понимание, оно очень сильно отличается. Поэтому, исходя из любых планов выходить на эту акцию, надо понимать, что мы туда можем прийти только с одной целью, чтобы донести именно свои идеи, а мы понимаем, что у нас там будут очень маленькие возможности с точки зрения выступления на сцене, и мы понимаем, что все, что там готовится, все деньги, которые туда вкладываются, и все либеральные СМИ, которые туда нацеливаются, они идут туда не ради нас, чтобы показать не националистов. Нас бесспорно покажут, наши имперские флаги будут развиваться где-то, но не более. Все, что мы можем, это мы можем сами принести туда. 50 тысяч листовок поставить людей и сами добиться того, чтобы нас услышали. Иначе мы идем за цели вот этой небольшой группки людей. Но надо понимать, что все эти силы яблока, солидарности, да, это несколько сот человек. Все остальные, там, левые тоже несколько сот человек. Все понимают, что вот эти тысячи людей обычных, это обычные москвичи, которые зачастую еще являются ксенофобами, да, кухонными по всем опросам. И им тоже может неприятно глядеть на Рыжкова и Немцова на сцене. Но у них нету, как бы, выбора. Они протесты делают они. Они могут собрать 4,5 миллиона на сцену. Мы не можем. Они могут подключить эхо МАЦИ, коммерсантам и кучу всяких изданий, да, которые будут это освещать и везде транслировать в холдосуточном режиме. Мы не можем. Наши все СМИ делятся на провластные и пролиберальные, которые к нам относятся точно так же, как и провластные. Ну, ни для кого это не секрет. Поэтому давайте думать о том, чтобы мы туда пришли со своими целями. И самое главное. Смотрите. Вот по моим наблюдениям мне приходят сотни писем в социальных сетях, где я нахожусь. Моя анкета 50 тысяч человек просматривает ВКонтакте ежедневно. Националисты поделились где-то пополам. Часть считает, что вообще туда идти не надо, потому что это все игра по чужую дудку. Другая часть считает, что надо как-то участвовать, но обязательно себя определять. Так вот, и тех людей, которые считают, что туда идти не надо, мы тоже должны использовать. Потому что если мы сольемся вообще в полном единстве, у нас будут большие проблемы. Особенно на уровне региональных структур. Потому что в регионах понимают это еще меньше. Недавно я общался с одним человеком, который позиционировал себя как такой православный казак. И он мне ошарашил такой фразой. Он говорит, что вот мы там создали против Путина на площади стан оппозиции, договорились с левыми, с антифашистами, с ЛГБТ, я там геями. Я такой, погодите, о чем? Ну мы там в интервью у них тоже взяли, что мы там, вот, я такой, погодите. Здесь надо четко разделяться. Либо они не садомиты, либо вы пи***сы. Все, здесь долгого не будет. Нет у нас никаких общих целей. Ни с левыми, ни с ЛГБТ, ни с антифашистами, ни с кем. Есть обычные русские люди, которые выходят на улицу. И мы идем к ним. А они в союз с ЛГБТ, к левым, и к кому бы то ни было еще. Все, спасибо. Георгий Бровиков, Объединение Русские. Мне хотелось бы подтвердить, что, конечно, взгляды нашего соратника, соратника Демушкина, мы полностью разделяем, и, безусловно, ничего общего у нас нету. Ни с либералами, ни с ЛГБТшниками, ни с леваками такого толка. Но протест у нас все-таки общий. И здесь необходимо не уходить ни в ту, ни в другую сторону. То есть есть, конечно, попытки, особенно на площадях, на улицах города приходится с этим сталкиваться. Некоторые люди, к сожалению, начинают терять свою собственную идентичность. Я имею в виду русские националисты, которые, вливаясь в определенное вот это вот болото, болото, они начинают терять, вот забывать о том, кто они такие, и что в первую очередь интересы нации, интересы нашей борьбы и наших идеалов стоят на первом месте, а потом уже интересы какого-то общего белоленточного протеста. То есть об этом, к сожалению, некоторые забывают. Это хотелось бы к всем напомнить. Это с одной стороны. И тут, конечно, я полностью на стороне того, что сейчас сказал Дмитрий Николаевич. Но в то же время хотелось бы еще дополнить, что есть некоторые люди, которые сидят где-то у себя дома, за компьютером или где-то еще, и пишут умные заметки насчет того, что вот вся верхушка национальных организаций продалась, легла под либералов, и они все работают там на некий госдеп. У нас был лагерь, протестный лагерь, недалеко от американского посольства, но почему-то денег, несмотря на такую близость, денег нам не приносили оттуда. Ну, конечно, тоже мне хотелось бы согласиться и поддержать инициативу Савельева насчет того, что действительно нужен некий качественно новый шаг в том отношении, что действительно нужно что-то предложить. Те же самые либералы, они в принципе предлагают их, скажем так, их элита, она действительно на виду, и у них есть четкие предложения. А вот, например, предложение о создании некого своего теневого кабинета, то есть это вполне инициативное и разумное предложение, потому что действительно многие люди подходят, ну а что вы предлагаете? Вы боретесь с сегодняшней системой, а что вы предлагаете? И даже, скажем так, работая в определенных рамках с теми же либералами и с другими протестными силами, мы можем предложить какой-то свой вариант, участие в их проектах. Ну, собственно, вот все, что мне хотелось бы сказать. Давайте будем оставаться сами собой, принимать участие, естественно, 12-го числа в нашем протесте. Естественно, мы отдельной колонной пойдем, и мы должны показать это всеми нашими возможными средствами и силами. То есть отдельная символика, отдельное выражение лица, отдельные песни, отдельные выражения и символы. Давайте вперед, друзья. Парфелло Валерий, инициативная группа подготовки референума за ответственную власть. Ну, мы, мы, как бы, можно сказать, гости здесь. Мы к националистам не относимся, мы ровно ко всеми диалоги. Но очень хотелось бы увидеть у националистов, в отличие от левых и либералов, здравое зерно. Совершенно непонятно, как можно требовать идти в какое-то отдельное свое место, тогда как большинство народа соберется туда, куда их позовут те, кто собирал предыдущие стотысячные митинги. Вот. Националистам надо быть со своим народом. Это естественно. Очень хорошо Белов сказал, что надо развеивать миф о националистах как недалеких людях. Вот. А для этого надо предложить какую-то здоровскую идею, которая бы выделила, выделила задача выступить 12 числа, не покрасоваться в цветах флага черно-желто-белого, а задача предложить народу и показать народу, что у националистов есть какая-то здравая идея. А эта здравая идея дать то, что народ хочет. Народ хочет справедливости. Народ хочет того, чтобы выборы были честными. Мы, обратившись к требованию честных выборов наказать фальсификаторов, мы приобретем союзника. Мы приобретем союзника весь наш народ, который возмущен выборами еще 4 декабря, и те же уголовники, не наказанные, выбрали этого недопрезидента, нанопрезидента. Если мы додавим, чтобы наказали всех фальсификаторов, тогда, естественно, станет вопрос законности избрания этого месье Путина президентом. Вот, необходимо требовать националистам, надо быть подчеркнуто законными, надо рекламировать статью Уголовного кодекса 149 воспрепятствования проведению собраний митингов, по которой наказание до 3 лет, до 4 лет, вот, нет, до 3, извиняюсь, а также надо давить на уголовную статью 142.1 фальсификация итогов голосования. Когда? До 5 лет, до 5 лет, если националисты пойдут с большими растяжками, которые будут название и номер статьи рекламировать, пусть даже в цветах, в трех цветах имперского флага, 149 статьи воспрепятствования собраний и 142.1 наказать фальсификаторов голосования, то это будет как раз та свежая идея, о которой упоминал и Дмитрий Демушкин, и говорил Белов. У меня все. Здравствуйте, друзья. Марков Максим, Союз православных братств, Союз православных руковеносцев. А вот здесь очень хорошо говорили происходящие выступающие о том, что действительно нужна идея, нужен лозунг. Вот мы предлагаем, соответственно, по результатам, может быть, данного совещания, потому что до 12-го времени осталось совсем немного, оформить, может, как результат совещания общим голосованием, чтобы все поддержали какие-то лозунги и идеи, например, идеи. отмена русской нашей 282-й статьи, внесения русского народа в Конституцию России, соответственно, полный запрет на проведение геи-парадов. Вот давайте сориентируемся и выскажем свои предложения, может быть, даже ради этого пустим микрофон еще раз по кругу, чтобы все высказали свои предложения и оформить их как пожелание нашего совещания. Леонид Симонович Никшич, глава Союза православных органностей. Мы в русском марше постоянно всегда участвовали и будем участвовать, но в настоящий момент наше движение будет принимать несколько иное направление. Мы хотим возобновить те большие крестные ходы, которые нам примерно лет 10 назад запретили проводить в Москве, и мы хотим возобновить сильное радикальное православное фундаменталистское движение, которое будет не просто бороться с геями, что мы делаем постоянно, вот вчера их разгоняли, а будет нести не просто национальную, не просто националистическую, не просто патриотическую идею, а будет нести идею теократической монархии по системе царя Ивана Васильевича Грозного. Для нас это очень важно, причем если сам Иван Васильевич в свое время создавал именно теократию, такую настоящую, фундаментальную, точнее фундаменталистскую, то мы будем ее создавать в настоящее время с сильным националистическим, то есть русским акцентом. Это крайне важно для нас именно поэтому мы сегодня сюда пришли и всех вас приветствуем и будем с вами всегда сотрудничать именно на поле национальной брони. Что касается вопросов, которые сегодня здесь обсуждались, Андрей Савельев сказал очень правильную вещь, надо создавать едино отдельную националистическую колонну, это очень важно, потому что общаясь в очень разных кругах, и в частности в церкви, среди православных, причем мы все время видим, что националистов сегодня обвиняют в том, что как это не парадоксально для многих людей, но их протестное движение сливается с движением чисто либеральным и более того либертарианским и так далее, и так далее. Это действительно очень сложно понять всем людям, об этом кто-то сегодня уже здесь говорил. Поэтому колонна должна быть отдельной, это несомненно совершенно. Она, да, она должна отличаться символикой, прежде всего, формой желательной, если это возможно, конечно. Ну, во всем случае, черным цветом. Ну, и, как тут замечательно было сказано, особым выражением лица. Национальную идею, то, как она здесь трактуется, всегда будем приветствовать и поддерживать. Спасибо. Спасибо, Леонид Иванович. Куринович, секретарь политсовета Российского Общенародного Союза. Во-первых, рад вас всех приветствовать, уважаемые соратники. И когда я начинал свою политическую деятельность в небольшом городе Иркутской области, в Саянске, я думал, что вот нас раз-два и общался. Приехал в Иркутск, думал, там больше настоящих людей, также узок круг этих людей. И вот Москва, она 15-миллионная, и, собственно, мы все одни и те же с вами встречаемся. С одной стороны, это здорово, с другой стороны, конечно, плохо говорит о вот огромном таком инерционном политическом поле, которое гнетет и тянет нас вниз. Но все-таки хотелось бы продолжить и закончить на оптимистической ноте. Согласен абсолютно с тем, что необходимо принимать участие. 12 июня были сомневающиеся несколько месяцев назад идти на проспект Сахарова или нет, но вот приехав из глубины сибирских руд и подя вместе с нашими соратниками на проспект, я пришел к выводу, что сделали мы это правильно, обозначили флаг, попрыгали, лозунги свои, покричали, разогрели народ. И вот эта неопределившаяся, колеблющаяся масса, она с интересом снискрываемой все-таки взирала на нашу колонну. Поэтому надо идти отдельной колонной формы одежды националистическая, кто в русских национальных рубаках, кто преимущественно в черных тонах, показывая свою близость к нашему народу. Выражение лица общевойсковой и улыбка в отношении приклада. И хотел бы продолжить следующую свою мысль, что, наверное, мы подошли к такому этапу нашего политического созревания, что нужно через, может быть, комитет спасения нации, название тоже важное, должно быть жесткое такое, ортодоксальное, националистическое, создавать наше теневое правительство. И всех, если не жестко принуждать, но по крайней мере ориентировать, что у нас есть верховный правитель, есть у нас наш прокурор, есть у нас наши судьи, мы выносим заочные приговоры, и когда придет законная власть, то она разберется со всеми, кто нарушает 149-ю статью Уголовного кодекса и так далее. Это поможет вывести нашу работу на более высокий уровень и, возможно, задуматься о том, чтобы хоть кто-то там по копеечке наши активисты начинали собирать финансовые средства на самое необходимое. И в рамках этого теневого правительства и как его постоянно действующего рабочего органа Комитета спасения нации выдвигать креативные политические, экономические, грамотные концепции альтернативно-экономического развития, политических каких-то новаций и с помощью имеющихся, хотя и небольших информационных ресурсов, эту информацию разгонять далеко окрест за Москву до самых, что называется, до окраин. И уже сейчас планировать мощно, помпезно, может быть, даже по масштабу более лучше, чем это было, русский марш и какие-то другие мероприятия и лозунг политический современный с сегодняшнего дня в принципе мы все говорим об одном и том же в большей части. Это незаконная дума, незаконный президент, по существу он самозванец, как Гришка Отрепьев был, так и это Володька Отрепьев. И, соответственно, никакой поддержки временному правительству. Вот так. То есть 12 июля участвовать, готовиться на дальних подступах к русскому маршу, создавать какой-то единый, в том числе, наверное, и здесь присутствующих рабочий орган, теневое правительство выдвигать концепции и действовать где дипломатично, где жестко в зависимости от обстановки и ситуации, какую мы с вами совместно коллегиально выработаем. Тогда это будет не битье по хвостам, потому что я сам неоднократно ходил на эти акции по преследованию в хорошем смысле этого слова лиц нетрадиционной агитации. Но это тоже одна из работ, но нельзя на таких мероприятиях делать ставку, бить по хвостам, что они на проспект Сахарова, мы вынуждены пристраиваться, они 12-го снижали, что надо что-то свое стараться предлагать, двигать и наращивая силу участвовать на других площадках, отбивать людей у них, перехватывать инициативу. Спасибо за внимание, слава России. Петр Милосердов, Совет муниципальных депутатов Москвы. У меня есть некая фора перед остальным выступающим, потому что говорю, практически в конце, поэтому можно уже с кем-то поспорить и подвести некие, как мне кажется, итоги. О чем хотелось бы сказать? Во-первых, общегражданский протест, о котором мы сейчас говорим, он в принципе не может иметь политических лидеров. Если заметили, 6 мая основная масса народа набивалась вперед, подальше от всякого рода флагов и вождей. Это говорит о том, что их цена не очень велика. Это первое. Однако из этого совершения не следует, что из этого протеста гражданского политики не могут извлекать дивиденды. Могут запросто, поскольку мы живем в условиях примитивно устроенной медиакратии, которая как лягушка реагирует только на движущие предметы. У нас очень туповатые журналисты. Поэтому если мы будем находиться в поле комментариев каких-то событий, мы вполне можем эти вещи оседлывать, скажем так, медийно. В этом особой проблемы нет. Это вопрос только сноровки. Второй момент. Я замечаю, что у общих позиций, у сидящих за столом не так, чтобы очень много. Плохо ли это? Я считаю, что нет. Я считаю, что на сегодняшний день необходимы малообязывающие друг другу формы консолидации. Я вот трезву глядя на вещи, не уверен, что все готовы встать в один ряд, в одну колонну, при том, что здесь далеко не все организации причисляющие к националистам. Ничего на самом деле страшного, на этот момент нет. Давайте искать общие точки. Я их вижу несколько. Первое, это право защиты. Я думаю, что здесь мы можем все эффективно взаимодействовать. Это касается тех, кто попал в тюрьму по 282-й статье, кто был задержан на митингах и так далее. Второе, это некий, очень, кстати, граничен набор общепропагандистских тезисов. Я думаю, это в основном связано с миграцией эти моменты. Я думаю, тут особо противоречия не будет. Если говорить про какие-то конкретные форум-консультации применительно к мероприятию, я бы предложил сделать издание общей газеты. То есть скидываются несколько организаций, каждая получает по две полосы, делая хорошую снастеположную очень тиражную газету, тиражом тысячи сто экземпляров. Если сбрасывать это будет недорого, я думаю, мы это все осилим. И главное, у каждого будет возможность выразить свою точку зрения. Это следующий момент. Второе, я не вижу прогрессирующей по экспоненте накаленности в обществе. Я бы сказал, что есть раскачка. Есть раскачка, и она происходит стихийно, абсолютно бессистемными моментами. И я уверен, что следующие какие-то массовые мероприятия не будут иметь привязки к каким-то датам, 12 июня, 7 ноября, 4 ноября. Это будут какие-то резонансные поводы. Например, кого-то избили в милиции, и об этом стало известным массам. Поэтому не надо готовиться как плохих генералов, прошедшим войнам. Следующий момент. Мы живем в ощущении, что есть какой-то массовый, ярко ратикулируемый запрос на национализм массовых. А это не так. Есть запрос на какие-то очень простые, в общем-то, очевидные вещи, не идеологические. На самом деле, в первую очередь, это борьба с коррупцией. Это тема, которая возьмет вместе все площади и все Майданы от Болотной и Поклонной. Борьба с коррупцией в меньшей степени, на втором месте, борьба с наркоторговлей. То есть, если мы говорим про лозунги, вообще, это вовсе не Россия и русская власть. Это не вовсе дало 282 статью или борьба с гейпарадами. Это тюремные сроки за коррупцию, это смертная казнь наркоторговцам. Вот это сконсолидирует всех. И, наверное, приближаясь к последним моментам, что бы хотел сказать, по поводу взаимодействия с либералами и прочей публикой на мероприятии 12-го числа. У нас уже есть относительно успешный опыт взаимодействия, подчеркнуть слово, взаимодействия, недружбы, с этой публикой 24-го декабря и на последующем митинге. Это метод кнута и пряника, это метод закулисных переговоров и публичного давления. Он приносит свои дивиденды. Давайте этим методом действуйте дальше. Может быть, подучив какие-то ошибки, подправив, но я думаю, что в общем и целом показал свою эффективность. Спасибо. Владимир Тор, Национально-демократическая партия. Знаете, в обществе пошли тектонические подвижки, которые остановить или бы ускорить решением какого-либо политактива физически не представляется возможным. Вот ситуация похожа, как мы стоим на перроне, а рядом идет поезд. В принципе, можно, конечно, попытаться проходящему поезду пинать ногами для того, чтобы придать ему ускорение. Либо наоборот, хвататься за поручни вагона и пытаться остановить этот поезд. Ни то, ни другое успеха никакого не будет. Но если мы хотим ехать на этом поезде, значит, мы должны быть рядом. Совершенно верно здесь прозвучала мысль о том, что в обществе сейчас властвует медиакратия, которая реагирует как лягушка на движущиеся предметы. Если мы хотим получить свой кусок власти, значит, мы должны находиться в фокусе этой самой медиакратии. Поэтому необходимо обязательно участвовать в общем шествии и необходимо участвовать в общем митинге. Попытки устроить собственный митинг где-то в стране это все равно, что уйти с перона и ожидать, что поезд пойдет за тобой. Никуда поезд не пойдет и камеры туда не пойдут. И будет это выглядеть достаточно глупо. Будет видно только то, что непонятные люди собрались, а потом непонятно для чего ушли. Как, например, уважаемая партия Великая Россия. При всем уважении к ее лидерам и к ее руководству решение со стороны выглядело очень странным, особенно в медийном освещении. надо быть умнее и как минимум не наступать два раза подряд на одни и те же грабли. Что касается лозунгов, под которыми стоит выходить. Вы знаете, есть такое правило «Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты». Если мы хотим войти в историю как мужественные, чтобы в истории запомнили нас как мужественные бойцы с педагогами, конечно, с этим можно бороться и ходить с этим знаменем раз за разом. Это, знаете, получается такая устойчивая сладкая парочка сада и мазы. Вот где пить, там и борцы с ними постоянно. Это, на самом деле, немножко утомительно. Я, честно говоря, не хочу постоянно оказываться в компании пить. У меня это несколько достало. Значит, что я предлагаю? Нужны простые лозунги. Борьба с коррупцией, борьба с наркомафией, борьба с нелегальной эмиграцией. Это то, против чего мы против. И за что мы за? Это за ответственное правительство народного доверия. И, конечно, надо формировать это правительство. Я полагаю, что такое правительство надо формировать не только исключительно из националистов, а понимать, что такое правительство, скорее всего, будет носить широкий коллекционный характер. Поэтому необходимо готовиться именно к этому процессу. Спасибо. Я все-таки призываю всех, если мы собрались за одним столом, воздержаться от каких-либо комментариев того, что было, от какой-либо критики. Каждому можно из нас, сидящему, предъявить какие-то взаимные претензии. Кому что не нравится, кто не так себя вел, ушел куда-то, проводил. Каждому время такое непростое. У каждого разные взгляды, свое видение. Если мы смогли собраться здесь ради одной цели, то давайте опустим все свои претензии, оставим их вот где-то там. Хорошо? И сейчас слово Юрию Макаревичу. Витаю, шановное панство. День добрый. Значит, ну, если мы осознаем сегодня вчерашние ошибки, значит, мы их не повторим завтра. То есть, русский марш в прошлом году это Навальный на одной сцене, ну, падло он, что я могу сказать. Вот попользовался ребятами, получается, по факту. Это мое мнение субъективное. По поводу выстраивания там параллельного правительства. Я как лакмусовая бумажка, для меня эта ситуация с Романит Васильевичем Хабаровым, хорошо знающий эту ситуацию, более чем хорошо. Там за пять дней послевались все окружающие, которые руку ему жали, денег одалживали, детей помогал он их воспитывать в нужном ключе. Из кого формировать параллельное правительство? Это, наверное, все-таки начинать надо с принципов самоорганизации. Вот мы на 9 мая взяли, нам позвонили из одного городка в Подмосковье. У них ситуация была с этими приехавшими. мы собрались и поехали по-шестерому. И там все проявилось великолепно. Кто чего стоит. Не дошло ни до поножовщины, ни мордобоя, просто там товарищи горцы слились по-культурному, что понимают, что приехали люди, отвечающие за свои поступки, которые имеют желание с них взять спрос, взять спрос с участкового на местности. Ты здесь кем поставлен? Какие задачи ты выполняешь? И так далее. Но это такой вот мизер, оптимальный минимум. А объединяться надо, потому что слишком долго делились по чинам, званиям, фюрер, не фюрер, сержант, прапорщик, лейтенант, полковник, родового войска и так далее. Вот мое мнение субъективное. Николай Царев, партия Великой России. Ну, по вопросу 12-го однозначно, конечно, надо идти, надо идти. Просто формат сложно будет сейчас придумать нам формат общий. Я предлагаю, что все-таки нам нужно подумать, как бы хорошенько, определить Верховного Правителя этого действия 12-го числа и оттолкнуться от этого момента всех нам. Верховному Правительству я хочу предложить Савельева Андрея Николаевича, руководителя и создателя партии Великой России. Шестого это был очень замечательный ход. Понятно, там, по каким-то причинам кому-то он не понравился, но партия Великой Россия хотела обособить русских людей, повести за собой и сказать, что не стоит участвовать в таких провокационных действиях, которые мы наблюдали потом в дальнейшем. По поводу теневого правительства категорически не согласен. Почему? Если мы сейчас начнем создавать теневое правительство, то мы сейчас прямо здесь все передеремся. потому что амбиции сегодня, к сожалению, не позволят выстроить единую общую иерархию национально-патриотических сил. Единственная как альтернатива может быть некого такого органа, который бы сегодня осуществлял подготовку и принимал какие-то общие решения, это некий организационный совет, назовите как угодно, правый фронт, где каждый входил бы на равных условиях правах и членстве и при этом каждый раз выбирался там председатель, председательствующий, не председатель. Давайте откажемся пока от верховных правителей, премьер-министров, министров, заместителей и прочее, прочее. Вот в эту мульку коммунисты играют с национал-патриотами уже на протяжении лет 20. Вот они сутки теневые правительства, какие-то интриги, и получается, что это борьба за какие-то мифы и за какие-то вообще абстракции. А борьба-то реально, и споры реальны, интриги реальны. По поводу подчеркнутых, что надо быть подчеркнутыми, подчеркнутыми, подчеркнутыми законно, да? Подчеркнуты законными быть. Ну, надо тогда сразу пойти и сдаться всем в ВВД. Не получится сегодня. По поводу либеральных лозунгов, да, за отмену, давайте там, за против фальсификации выборов, чтобы это было на имперских стягах. Нас затягивают в игру, в либеральную эту игру. С русским народом мы будем говорить русским языком и русскими национальными интересами. Русским плевать на выборы. Фальсифицированные, не фальсифицированные, есть кровные первоочередные задачи. И эти задачи, эти цели мы должны ставить перед собой. При этом, мы сейчас вернемся к формату все-таки мероприятия. Маленькая еще ремарка, да, вот Александр сказал, что надо брать воду. Есть все-таки предложение брать кефир. В пол-литровых картонных упаковках он полезнее, он легче, и вообще, если он еще постоит где-нибудь там на солнышке сутки, это будет вообще прекрасный, прекрасный бодрящий напиток, почти айран. Давайте, я здесь еще хочу резюмировать, да, предложение такое, я предлагаю вынести на голосование то, что мы идем отдельной колонной националистов в общем протесте, в том месте сбора, где будет больше всего народу. Это наш народ, уходить от него нельзя. Более того, цель националистов, которая должна будет поставлена перед нашими соратниками, это обеспечение в том числе безопасности мирных граждан, которые придут на митинг от незаконных посягательств на их права сотрудников соответствующих органов. И сегодня националисты должны стать авангардом протестного движения. И в нас должны увидеть ту силу, которая может остановить вот этот беспредел. Для организации давайте вынесем на голосование, чтобы не оставалось ни у кого вопросов и чтобы потом нам не возвращаться к этой теме. Можно маленькое уточнение? Во-первых, из практики. Отдельные колонны мы шли всегда. Все протесты националисты шли. Но когда, если будет митинг, мы подходим, мы должны занять правую сторону. То есть это не кучка импера к углу, где все соберутся, а это люди, разошедшие по людям, которые должны разойтись по всей толпе правой и вытеснить всех оттуда. Иначе это будет маленькая кучка импера, которая за углом стояла. Еще один вопрос. Эти плакаты, майки у нас будут идти в партийной символике или мы отказываемся от нее и централизованно делаем общую имперацию? Тогда давайте просто скинемся деньгами и, например, поручим кому-то, например, мне или ему изготовить просто общее количество императоров на всех. Есть такое предложение. Майки они изготовлены. то есть они под продажу. Майки не имеют ни орлов, ничего, они имеют цвета, чтобы это бросалось в глаза, это было ярко, имело идеологический окрас. Вот, получилась какая вещь у нас. Мы делали акции, на которые не могли пойти никакие люди, которые для нас были нежелательны в смысле поднятия своей символики. каким образом? Мы делали единый имперский флаг, общий для всех. Это, во-первых, смывало разделение между группками отдельными, которые хотели выделиться даже в колонии националистов. Поднимали один флаг, и все палки через металлоискатели только централизованно один организатор проносил. Соответственно, флаг вы можете туда принести любой, хоть он издраб, но палки у вас, чтобы его поднять, не будет. Вот, вот и все. Это простой механизм. Но если мы все-таки идем по пути, что мы все флаги поднимаем, то есть кто-то там красные флаги поднимет, кто-то там имперские, кто-то там еще какие-то там всех цветов, да, ну тогда это другой момент. Виктор Григорьев. Да, да, ну серьезно, так оно получается. Ходил, ходил и видел, и вот так мелькал я там, так сказать, смотрел всю эту ситуацию. Вот, действительно, как предупреждал Иван, что начинаются амбиции и тяжело вам собраться. Прошло полтора часа из отведенного времени, вы как бы вот еще не решили, не проголосовали. Я так понял, первое, что вы идете вместе, это решено. Вот с чем идете? Нет еще согласия. То есть, кто-то там в своей форме, кто-то, или все, решили, имперка. Чистая имперка, без всяких других молний, кружков. Это решено, вот это хотя бы? Виктор как раз изготовил эти футболки, вот имперские футболки, которые очень пошли, кстати, на ура на Купай Баи, там дружина была в них одета. Вот, и на самом деле это очень правильный совет. Значит, давайте все-таки придем к формату структуры. Есть предложение создать рабочие группы, куда бы вошли представители присутствующих здесь организаций. Антон, Антон Северный, передайте микрофон. Добрый день, уважаемое собрание. Знаете, я чуть-чуть задержался, но основные вещи, которые здесь происходили, я наблюдаю уже более, наверное, 15 лет, будучи в движении националистическом, русском национальном движении. Все это грустно, конечно, очень, потому что, как я себе это вижу, что люди не могут не только отказаться от своих собственных амбиций, пропихивают именно свои инициативы, которые сомнительны эффективности, лишь бы только свое. В общем, было по моей недавней практике, а я в гражданском движении был секретарем националистической фракции, избран после Даниила Константинова, который в заключение попал и представлял дружину, которая сейчас на Купай-Абайе с 7-го числа в бюджетном комитете. Вы слушаете наверное одного из наименее известных персонажей из всех уважаемых людей, которые здесь присутствуют. Лидерам очень сложно договориться, это очевидно, здесь опять же и амбиции и всякие другие вещи. Начинать надо объединение снизу. Допустим, то, что происходило на Купае, в дружине, потому что это обычный состав, когда собирается, люди там не делятся, там есть и представители нашей организации, я из объединения русские. Собирать их в рабочие группы, да, конечно, надо. Проводить сбор какой-то, сборы, да, безусловно, надо, я хотел с этой инициативой опять же выступить, мы готовы участвовать, я сам лично готов участвовать организационно, у меня есть практический опыт в реализации этих вещей. Если лидеры не могут договориться, давайте мы начнем делать самые простые вещи, не по концептуальным, сложным вещам каким-то, которым, ну, очевидно, здесь общего мнения не будет. Плюс, я, конечно, извиняюсь, но здесь за столом представлены иногда на подобных собраниях участвуют люди, они высказывают мнение, они голосуют вместе со всеми, а их реальное влияние это 0,0. Пусть реальный состав, реальных организаций, реальные люди участвуют, и именно там будет видно, кто что представляет, за кем есть люди, за кем есть поддержка, кто может организовывать, а кто не способен и просто занимаются балабольством. Я извиняюсь. Собственно, предложение такое, что я полностью поддерживаю Ивана в плане проведения сборов каких-то совместных организаций по поводу выделения людей в рабочие группы, потому что там они себя смогут проявить, там смогут проявить себя организации, там смогут проявить себя лидеры, о которых здесь говорилось, что вот прошло время, да, где они новые лидеры? Ну вот с некоторыми руководителями организаций лидеров не будет. Дайте людям возможность проявлять инициативу, дайте им практические точки, где они могут реализовать себя, где они могут показать себя. Фактически организации, которые эти возможности предоставляют обычным активистам, их я не буду называть количество, но их очень мало. Все остальные они занимаются, они представлены где-то там, они вещают с экранов, но их реальный потенциал ноль. Спасибо, извиняюсь за эмоциональность. Борис Миронов, Союз Русского Народа. Я внимательно слушал и записывал, я так и не понял, где начались разногласия, какие-то ядовитые, незаметно были вброшены зерна, которые проросли в какой-то раздрай на ровном месте. Почему? Потому что все за то, чтобы 12-го надо выходить. И об этом говорилось, когда вел совещание Сергей Николаевич Бабурин. Никто против того, чтобы русские вышли на либеральные тусовки, не возражает. Для чего нам выходить нужно? Я не вижу здесь минусов, кроме одного, то, что это проводят и организуют либералы, которые нас переигрывают по двум важнейшим направлениям. Первое, у них мощное средство массовой информации. Когда день и ночь мощнейшие те же радиоканалы, я не говорю даже о газетах, как эхо Москвы, как свобода, день и ночь начинают агитировать за проведение и пропагандировать проведение подобных мероприятий. У нас таких возможностей нет. Второе, у них финансы проводить такие мероприятия. Таких финансов у нас тоже нет. А почему же нам не воспользоваться их площадкой? Ведь на эту площадку приходят, а мы специально шерстили и Болотную, и проспект Сахар, смотрели на этих людей. Это на 99% русские люди, которые не хотят уже сидеть в бездействии и выходят протестовать. Зачем же мы будем отдавать целиком этим либералам? Давайте воспользуемся их площадкой. И вот здесь что мы можем сделать? Мы можем выиграть телевизионную картинку. Исходим из опыта. В Новосибирске губернатор Толоконский вместе со своей женой в свое время организовали мощнейший митинг в поддержку Единой России. Этот митинг завалили одним плакатом. Ну, тремя плакатами. Это когда против трибуны вышли два мужичка депутата городских с лозунгом, с плакатом Путин лучше Гитлера. И еще двое встали с другого конца, рядышком стоят и делают вид, что они друг друга не знают. У одного на груди было Путин наше все, а у другого было написано все надоело. И они стоят независимо друг от друга. Все камеры бросились туда. И вот эта картинка мелькала потом, только эта картинка с этим плакатом мелькали потом на экранах. так так давайте мы воспользуемся этой площадкой огромным стечением средств массовой информации, телевизионных картинках и людьми, которые придут наши люди по крови придут туда, так давайте мы максимально отработаем на плакатах. Во-первых, я поддерживаю здесь выступал и Дима и Саша о том, что, конечно, никакой клумбы не должно быть. Должен быть имперский флаг, как уже знамя националистов. Это впечатляет. Если каждый пойдет со своим цветочком, действительно, мы устроим клумбу, а не кулак. Второе, нам зачем ломать голову, идти или не идти? Что такое подобное мероприятие? Это проверка собственных сил. Вот мы посмотрим, сколько реально у нас людей. И кто сколько приведет. Вы знаете, вот эти столы, они уже действительно надоели, потому что здесь люди, не здесь, не здесь, а присутствующие не говорят. Но когда собираются подобные совещания, люди, за которыми ноль людей, раздувают больше всех щеки. А за ним на мероприятии никого не будет. Вот проверка идет сил. Сколько реально у нас людей. Надо готовиться и думать об осени, когда начнутся мероприятия, способны ли будем перехватить улицу и делать выводы, и честно посмотреть, сколько нас реально активных, сколько за кем. Так вот, акцент мы должны сделать на плакатах. Это должны быть, ну, в рамках закона, но очень жесткие плакаты в защиту русских, русского народа. Почему я говорю про плакаты? Потому что в регионах вот эти знамена наши, как знак националистов, еще не воспринимаются. Плакаты поймут и увидят все, что пришли русские. Доминирующая сила, которая пока на подобных мероприятиях молчит. Но, но я хочу сделать сразу поправку, чтобы потом к ней не возвращаться. Партия Великой России всегда имела у себя имперские флаги. Никогда ни одно мероприятие у нас без них никогда не проходилось. Но партия Великой России обязательно будет со своим партийным флагом. Сами поймите, что это партия, которая от своих флагов отказалась. Так что вот такое заявление хотите? Извините, здесь дамы сидят. Выйдите, пожалуйста, извините, отдохните там. За свой кружочек продали всю идею. Причем здесь кружочек я согласен я согласен с тем, что десант пишет свои десантные флаги. Почему? Что, они не русский народ, что ли? Я что-то не понимаю. Нет, нам идти одним флагом. Я как представитель СМИ говорю, вполне серьезно. Потому что никто эту партийную символику не знает по-хорошему. имперский флаги знают. Я говорю просто старых как он делает с каждым имперским флагом. Возьмите свои имперские флаги. У нас будут имперские флаги. У нас полностью будет имперского флага. силой. Уперлись в амбиции. Снова в амбиции. Это амбиции. Хорошо. Сейчас минутку. Теперь о людях. Теперь о людях. Людей приведем мы столько, насколько в таком количестве консолидирование будет ряды. Если мы сейчас заявим, что мы вместе, мы договорились и всех призовем на этот митинг, то придет очень много. Если начнут изображения интриги, какие-то обвинения, критика и так далее, так каждый придет только со своими. И у нас сейчас есть шанс вывести тех, кто до этого не выходил. И тех, кто не становился под имперский знамен. раз от бога не ни Продолжение следует...